Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Мы проводим запись, которая называется «Житие от святых во свете Библии». Это 12 томов Дмитрия Ростовского. Я когда-то их насчитывал. И вот у меня в книгах, то, что берем материал, я его сделал крупно, под разными цветами. И сейчас попросили нас это озвучить, потому что люди не любят читать, а ролик они прослушают. Конкретные вопросы из разных житий, из разных эпох, как они понимали и правильно ли понимали, нам святая Библия это укажет. Вопрос 1826. Примеры покорности воли родителей есть ли в житиях? А то все прославляются такие, как в житии Алексея, который бежал от невесты, и любящих, глубоко верующих православных, богатых родителей, которые любили нищих и были милостивыми и щедрыми. Покорности есть ли родителям? Ответ. Есть. Но о них почти ничего не известно народу. И в честь их нет храмов. Результаты послушания воли родителей выйти замуж всегда превосходнее того, когда девица убегала и скиталась где-то. О ее биографии можно тогда сказать, что если убрать все приписки жизнеописателя, то останется только уход ее из семьи и смерть. 1 Коринфянам 7.38 Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Судя по стилю речи Павла, можем принять, что власть, быть ли девушке замужем или оставаться одной, все в руках родившего ее. Но никак не он решает теперь. Ныне монахи сломали этот стереотип и ввели формулу брать по высшей шкале, пусть и человеческими усилиями, но на белом коне. Скопцы секта изуверов оскопляли и мужеский, и женский пол в своих кораблях, общинах, чтобы посадить человека на белого коня. Псалом 93.15 Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Слово «оскверниться» в кавычках встречается в полной Библии 188 раз, и всегда речь идет о нарушении освященного, узаконенного, о принятии чуждого, противного Богу заразного. А полная Библия, это значит 77 с неканоническими книгами. Число 5.19.28 И заклянет ее священник и скажет жене, если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредимо будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимую и будет оплодотворяема семенем. Иеремия 3.1 Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась ко мне, говорит Господь. Возвратись ко мне, приказ. Не возвратилась. Значит, если ушла, и не просто где-то была, а вышла замуж, а у мусульман так, если развелись, то она к мужу не может вернуться, пока не побудет еще этой женой. То есть, согласно Библии, специальный закон сделан, чтобы осквернить. Вот согласно этого места. Далее. Откровение 14.4 Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. Откровение 3.4 Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежь своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Евреям 12.15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Специально из Библии выбираем места об осквернении. Чего надо бояться? Боялись, что с неверующим мужем она сквернется. Или вообще выйдет замуж, это скверно и не спасение. И в церкви приняты и каноны. Таких людей предают проклятию. Это бесовское учение. Когда Бог сотворил Еву, то написано, создал хорошо и весьма хорошо. Нехорошо пользуются этим. Нехорошо пользуются и животными. Нехорошо пользуются окружающей природой и всем, что нас окружает. Житие Симеона Девногорца. 24 мая. Цитата. Но так как родители принуждали ее вступить в брак, то Марфа ушла от них и направилась с поспешностью в предтечевую церковь, находившуюся близ города Антиохии. Придя сюда, она пала ниц и со слезами начала молиться ко Господу, прося его устроить все так, как было бы полезнее и спасительнее для нее. И было в этой церкви видение Марфи, повелевавшая ей подчиниться родителям и вступить в брак. Исполняя волю Божию, девица сочеталась с Иоанном. Честная Марфа часто приходила в церковь к предтечеву и молилась здесь с великим усердием к Иоанну предтечи, прося его исходотайствовать ей у Бога своими молитвами дар родить дитя мужеского пола. При этом Марфа обещала посвятить его как некогда Анна Самуила на служение Богу. После того, как младенцу исполнилось два года, родители принесли его в церковь предтечеву и крестили здесь. Вот это пример, как нужно делать. Она не бросилась, сломя голову за мужество, пошла в церковь, помолилась, ей ответ и ответ согласно Слову Божию. Вот так надо было. Но если это прославляемо от Бога, то тогда, которая убегала не советуясь с родителями и пряталась где-то, переодевала чужую одежду, ну это совсем противоположный путь. Его никак нельзя прославлять. И никакая она не святая, она обманщица, а ее канонизируют. Это надо деканонизировать всех, которые поступали вопреки Библии. Полная деканонизация, выщерпнуть их. Вот католики это делают. Заново идет проверка, смотрят новые данные, какие. Канонизации вообще не должно быть никакой. Это восхищение суда Божьего. Не судите никак преждевременно. Слово Божие говорит, 1 Коринфянам 4.15. Новый вопрос. Мне вопросы задавали, я отвечал, но отвечаю своими словами. А уже потом, по этим запискам, дома я открывал жития, копировал, копировал оттуда. В житиях особо подчеркивается, что эти подвижники сумели прервать связь с родными, даже если они были верующими. Это Христово учение или сверх того. Ответ. Нигде в Библии о таком крене в сторону личного спасения нет даже звука. Везде говорится, чтобы заботились о родных, вели их к свету Божьей любви. 1 Тимофею 5.8. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Лука 8.39. Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. О том, чтобы узнав истину и путь спасения, и чтобы человек тот должен был уйти из дома, запереться где-то, или пустыню обживать, или в горах прятаться, это все дикая выдумка монахов, изощренная до сумасшествия самость. Римлянам 10.2.4. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Все монашество повисло вот на этих стихах. Своими трудами, я не буду по 40 дней, по 70 дней, как был такой Паисий Великий. Я спасусь, не буду есть, не буду пить, не буду спать. А потом, говорит, если еще маленько не поспал, я бы сошел с ума. Мозг усох. Но праведность Божия даром. Уверовал, склонился, и ты спасен. Помяни меня в царстве твоем, и сразу получает царство. Монахи повели другим путем, собственными усилиями добиться. И при том усилие совершенно не в том направлении идет. И когда говорят, что он хорошо знал Писание, считал, и считая Писание, понял, надо идти в монастырь. Он вообще Писание не считал. Или считал, только буквы одни перед глазами, не понимал смысла. И мы это увидим дальше. Римлянам 3.24. Получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. А, дармовое спасение, начинает говорить. Даром. Оправдание даром. Я не знаю уже, как увеличивать здесь. Даром повторяю. Другого нет. Я уверовал? Господи, я верю в Тебя. И Господь простил. Воззови ко мне, и услышу Тебя. Кто признает имя, Господь не спасется. Монахи не пошли этим путем. Никак. И все грешные, многогрешные, супергрешные, архигрешные. Как свинья лежит в колу, так я греху служу. Всю жизнь только грешный, грешный, грешный вникает в себя. А в себя вникать нечего, там одна тьма, Христа там нету. А правданный человек, он хвалится Богом. Хвалящийся хвалить, что знает Господа. И вот теперь мы одного о житии посмотрим. Житье Феодора Священного. 16 мая. Цитата. Как Феодор боялся родственных пристрастий, показывает следующий случай. Шел уже десятый год с того дня, как он пришел в Тавениси. Его мать, давно желавшая видеть сына, пришла сюда с письмом от епископа области СН. То есть, могут не дать свиданку, но она пошла к епископу, ему монастырь подчиняется, ну, чтобы мне разрешили. В заключенные. И им дают свиданку. Даже люди, которые пожизненно, и то какое-то послабление даются. У монастыря этого не было. Святитель просил Пахомия разрешить этой женщине свидание с ее сыном. Прочитав письмо епископа, Пахомий говорит Феодору, чтобы он шел на свидание с матерью, так как этого очень желает мать и просит об этом епископ. Но Феодор не решился послушаться этого приказания и сказал святому Пахомию, «Я спрошу тебя об одном, скажи мне, если я пойду к матери, то не окажусь ли я согрешившим пред Господом, потому что не повиновался заповедям, написанным в Евангелии, так как Владыка наш сказал, Матфея 10, 37, «Кто любит отца или мать более нежели меня?» Пахомий сказал, что он вовсе не хочет принуждать его нарушить заповедь Евангелия об отречении от родственных пристрастий ради совершеннолетнего угождения Богу. Совершенного угождения Богу! Но предлагал ему идти на свидание с матерью, потому что знал о ее слезах и опасался, что и сам Феодор будет опечален скорбью матери. Пахомий, признаваясь, что и он сам очень рад точному исполнению его учеником заповеди Божией, выразил мысль, что и епископ будет рад этому, так как именно епископы учат тому, что заключается в Евангелии. Некоторые из братьев, желая доставить хотя малое утешение матери Феодора, придумали общую работу для монахов вне монастыря. На эту работу отправился и Феодор. Мать была утешена тем, что хотя издали увидела между монахами своего сына-подвижника. Однажды, когда Феодор был вне монастыря, на каком-то послушании явился в монастырь родной брат его, Пафнутий. Он изъявил желание сделаться монахом, но с тем условием, чтобы ему быть вместе с Феодором. Когда Феодор возвратился в обитель, ему передали слова брата. Но ревностному монаху казалось нехорошим, что брат его хочет быть монахом, как будто только ради него. Поэтому он не хотел и видеть брата. Однако Пахоми убедил его не отказывать брату в свидании. После взаимного приветствия Феодор сказал брату, «Если ты пришел сюда ради меня, то возвратись туда, откуда пришел. Если же ты пришел ради Бога, то почему не соглашался сделаться монахом прежде, чем я пришел бы к тебе?» С этими словами Феодор тотчас оставил брата. Но Пафнутий пошел вслед за ним и, догнав его, сказал ему со слезами, «Сколько дней я ожидал твоего прихода, а ты, явившись, говоришь мне такое жестокое слово!» Феодор ответил ему, «Если ты ради меня пришел, чтобы сделаться теперь монахом, то ты мог бы оставить монастырскую жизнь, если бы я ее оставил. Но если ты так поступаешь по страху Божию, то вынесу ли я эту жизнь или нет, ты будешь оставаться в монастыре постоянно». Видите, вон Феодор всего лишь только один из монахов. И Пахоми его одобряет в этом. И ссылается на епископа, и епископ сказал, «Отрекись». Где «отрекись»? С чего ради? Верующая мать. Просто выйти на свидание. Это даже придумать нельзя. Это все прославляется. Ну, прикиньте, кто слушает матери, отцы. Это сын так ваш воспитан, что он не хочет видеть ни под каким видом даже. Они понимали так, что родители, свидание с родителем лишает его Царство Небесное. Да это супер-бесовское учение. А где же любовь тогда? Это естественное чувство любви к детям. Все порушено. И этого нигде нет. Абсолютно нигде нет. Только в монашестве. Вообще нигде нет. Даже у римлян, даже в спарте этого не было. Феодор вел брата в обитель. Вскоре же, спросив келью Феодора, Пафнути вошел туда и сел. Увидев в своей келье брата, Феодор сильно смутился и сказал ему, «Оставайся здесь, но я уже не хочу здесь жить из-за опасения, чтобы нам не быть похожими на людей, находящихся друг с другом в плотском родстве. Позволь мне жить вблизи тебя, наравне со всеми братьями, потому что в этой обители нет различия. Мы все служители Божьи и дети нашего Аввы». Суровые слова Феодора страшно огорчили его брата. Пафнути тотчас пошел к святому Пахомию и со слезами просил отпустить его обратно домой, так как для него невыносимо такое небратское обращение Феодора. Тогда Пахомий призвал Феодора и строго сказал ему, «Почему ты говорил с ним жестоко? Неужели ты не знаешь, что это молодое растение? Не думаешь ли ты, что всякий, кто придет с тем, чтобы сделаться монахом, будет уже иметь страх Святого Духа? Ведь есть люди, которые приходят, чтобы спасать свои души, а другие приходят по иным побуждениям?» Пахомий указал Феодору, что иноки во всяком случае должны относиться к подобным людям с полным терпением, ожидая, что и они познают наконец путь Божий и оставят свое плотское мудрование. Наконец, Пахомий просил Феодора быть руководителем брата в жизни монашеской, пока он сам не приобретет истинного понимания обязанностей инока. Один молодой монах пожелал непременно отправиться на свидание с родителями. Пахомий очень опасался, что он уже не возвратится в монастырь, поэтому мудрый Авва не отпускает его одного, а в спутнике дает ему Феодора. «Соглашайся с ним во всем, чтобы он возвратился сюда с тобою», говорил Пахомий Феодору. Родители молодого инока с любовью встретили сына и его спутника. В особой комнате подали им пищу, разрешенную монашескими обычаями. Молодой инок просил есть и Феодора. Он сначала отказывался, но брат сказал, что если Феодор не будет с ним есть, то он уже не возвратится в монастырь. Феодор вспомнил заповедь Пахомия, протянул руку к пище и немного съел. Но исполняя таким образом последнюю заповедь Пахомия, Феодор хорошо помнил и одну из первых очень важную. Алла некогда говорил ему, что он сам во время своей монашеской жизни не позволял никому из мирян видеть, как он ест. Следовательно, монаху, по мысли преподобного Пахомия, нельзя вкушать пищу в мирском доме, кроме случая крайней необходимости. Это долго вызывало в душе Феодора раскаяние, и он молил Бога простить ему грех, допущенный ради того, чтобы молодому монаху не дать возможности совсем остаться в мире. Так был строг себе преподобный Феодор. Видите, что? Ни одного слова евангельского нет. В мирском доме есть нельзя монаху. То есть они себя уже ангелами назвали и прочее. Апостола Лидия, торговавшая Багреницей, пригласила, он пошел и живет. И с самарянкой Господь разговаривает и может питаться. И где-то считаем апостолом, юни там вспоминает, были человеколюбивые на острове Мелит, оказали, они везде заходили, пили, ели. Это человеконенавистническое учение. Ну как это можно не видеть-то? Ну применить это к себе, не просто сидеть глазами и хлопать. К родным родителям, которые отдельную комнату дали. По вашему, что можно есть? Что можно, они то и дают. Я еще не приехал в Краснодар у болящего Сергея мама, и она заботится, я Игнатий приед, а чем его кормить буду? Сейчас уже. Это на себя уже вобрать такое с родным братом. И так разговаривает, даже он уже насколько похомит, он тоже, это его ученик. И то говорит, нельзя так жестоко разговаривать-то. И он теперь с ним поел в комнате, где сидел, и он себя простить не может. Совершенно ложным путем идут. Что он жестокосердный, в этом он не просит прощения. Что он не знает Евангелия, любви не знает. Что это не Дух Божий, этому научает. Он в этом не просит прощения. Он просит прощения в нарушении устной какой-то заповеди. Откуда эти уставы написать? Кто писал уставы монашеские, они совершенно не смотрели в Евангелие. Это не евангельский дух. и образовавший вот это общество монашеское, в том виде, в котором оно есть. Я за монастыри, когда они будут готовить проповедников и посылать по всему миру и старых допаивать, докармливать. Ну здесь-то мы видим, что получается. Я когда начинаю говорить монахе, да не может быть. Да нет этого в житиях. Ну открывай, посмотри, я же показываю, какой май, какое число, считает такое. Ну как это может так быть? А тебя спрашивают, а ты монах, я не монах. Ты наоборот, пригласи всех напоить, накормить, открой дверь, обложение давать, нежели брать. Апостол, то почитай биографию, где они были, с кем они были, куда они заходили. Куда бы ни пригласили, они туда шли. Христос пришел к кому-то, образно Христа, к Закхею, которого презирали все. В другом месте его пригласил начальник мытарей Симон, и он с ним обедает и не осквернился. Женщина прикасается, женщину глядеть нельзя. А ко Христу, да разве Христос нам не пример? Для кого-то пример, для верующих, но не для монахов. Для них своя самость, самость и гордыня супер бесовская. Это не человеческая, а одна ненависть. И к кому? К родной матери. Так они его вызвали, придумали монахи уже. И вот сделать надо так, чтобы мать увидели. И пошли в каменные работы, а ей сказали, ты, тетушка, спрятайся между камнями-то. Ну, мы с ним будем таскать здесь носилки, это ты его увидишь. И она лежала и за камнем выглядывала. Что она думала в это время, мать? Ну, прикиньте, а другой момент, она пришла, по-хорошему отпустила, ну, и пришла, поговорила с ним. Свиданка-то бывает? Я был в лагере, и свиданка была, приехала жена, ну, а если мать, и мать приехала, а если была бы там, и приехала тетя Тоня. Еще пример. Житие Феодосия Печерского, 3 мая. Цитата. Между тем, мать Феодосия, тщетно, проискав сына в своем городе и в его окрестностях, оплакивала уже его, как умершего. Только потом, спустя уже много времени, узнала она о пострижении своего сына в Киеве у преподобного Антония в пещере. Тогда она пошла к всему старцу и просила ее выйти из пещеры к ней. Да. Когда старец наконец вышел к ней, она в слезах обратилась к нему и с усердной просьбой показать ей сына. Узнав от старца о просьбе матери, юноша сильно смутился тем, что никак не мог скрыться от нее. Однако, вняв увещеванием Антония, вышел из пещеры к матери. Увидев сына с иноком, с лицом похудевшим от великих подвигов и трудов, мать пала к нему на грудь и горько плак, че говорила ему, «Возвратись ко мне в дом, сын мой, и делай по своей воле все, что считаешь полезным для спасения души твоей. Когда же я умру, то предай мое тело земле и тогда возвратись в эту пещеру. Без тебя же жить я не могу». Блаженный юноша отвечал ей, «Останься, мать, здесь, в Киеве и постригись в женском монастыре, и тогда ты получишь возможность иногда приходить ко мне для свидания. Этим ты стяжешь себе спасения и сподобишься лицезреть Бога в вечной жизни». Но мать не хотела и слушать сына. Видите как? Он ставит вопросы и везде только одно «Постригись» и в пострижении никакого Христос не оставлял. Это все выдумка. Выдумка совершенно не евангельская. С чего ради? Мать пришла на свидание. Нет ни под каким видом. И вот мы увидим сейчас вопрос за вопросом по этой тематике. Это жития святых. Я ничего не добавляю. Тут видите, вот стоят кавычки. Это все кавычки. Это цитата. Мать не хотела слушать. Живи как хочешь. Отдельная комната, подвязайся. Никак. Только вот так, как он где-то в пещере бросил мать. Не сказать, что не верующая никакая. Пожалуйста. Такая уступчивая, добрая мать, что она родила его. Для матери в пригорщи, на огне, приготовь обед, как восточная мудрость. Говорит, и тогда ты должен будешь. Даже Горький писал, без молока матери нет ни поэта, ни героя. Ничего этого нет. Все это за пределом. И естественное, и божественное начало, и вдохновение Духа Божия все попиралось. Ради одного монастыря. Когда я говорю, ну как это можно было не видеть-то? Вся эта тирания, вот это все, казни какие были-то. Откуда инквизиция это шла? Все же из монастырей было. Но сегодня-то можно покаяться и сказать, конец пришел. Что мы натворили? Проиграли все. Вопрос 1828-й. Почему все житья направлены против семейной жизни? Разве у самих этих монахов не было матерей, сестер? Отчего так настойчиво не добивались ухода из семьи, прославляли этот уход от жены, от детей, от родителей престарелых? Дальше покажем правила канонов, которые стали запрещать это делать. Но каноны-то пришли спустя уже 300 лет. Это не три дня. Ответ. Это монашеское неприятие семьи. Есть нарушение прямых заповедей Божьих, которые исходят прямо из рая. Бог везде благословлял брак. И спасение для семейных не ограничено. И даже много удобнее, чем неженатому. Меньше искушений, воспламенений, разжиганий. Но семейный связан делами житейскими, и об этом нужно скорбеть. О том, как много семья поглощает времени и средств. 1 Коринфянам 7, 28-29. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Житие Терентия, 28 октября. Цитата. Блаженный Терентий, благочестивый христианин, сочетался законным браком с единоверную Неонилою. И от всего брака родились у них семь детей Савил, Фот, Феодул, Иеракс, Нит, Вилл и Евникия, коих они воспитали в благочестии. Когда дети вместе с родителями были схвачены нечестивыми и представлены на беззаконное судилище, то ясно исповедовали Христа и хулили идолов. Вот семейная жизнь, еще семь светильников на небе зажглось. Примеры-то какие есть? Вон Терентия, а многие Терентиями называются. Володя, Коля, Сережа, Миша, Терентия. Да и у русских есть еще Терентия и Мальцев. Житье Макария Египетского, 19 января. Цитата. Однажды, когда преподобный Макарий молился, к нему был голос, который говорил, Макарий, ты не достиг еще такого совершенства в добродетельной жизни, как две женщины, проживающие вместе в ближайшем городе. То есть, он сначала, впереди тут написано, я упускаю, помолился Богу, стал думать, никого такого нет у Бога, как я. То есть, свои дела, они выпящены на первое место. Это не гордыня, не гордость. А есть ли кто еще, который так подвязается? Что это такое? То есть, они видели себя особой избранной кастой. И ответ ему был. В соседнем городе рядом живут две женщины, они выше тебя, выше тебя. Как это выше меня? Как в городе? Так, получив такое откровение, преподобный взял свой посох и пошел в тот город. Найдя там дом, где жили означенные женщины, Макарий постучался в дверь. Тотчас одна из тех женщин вышла на стук и, увидав преподобного, с великую радостью приняла его в свой дом. Призвав к себе обеих женщин, преподобный сказал им, «Ради вас я принял на себя такой великий подвиг, придя сюда из дальней пустыни, ибо я желаю знать ваши добрые дела, о которых и прошу вас рассказать мне, ничего не скрывая». «Поверь нам, честные отчи», отвечали женщины, «что мы еще прошлую ночь разделяли ложе свое с мужьями. Какие же добродетели ты желаешь найти в нас?» Но преподобный настаивал, чтобы они рассказали ему образ своей жизни. Тогда убежденные им женщины сказали, «Мы не были родственницами между собой прежде, но потом мы вышли замуж за двух родных братьев, и вот уже пятнадцать лет мы живем вместе в одном доме. Во все время своей совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова и никогда не ссорились между собою. Но до настоящего времени прожили в мире и согласии между собою и недавно единомысленно решили оставить своих плотских супругов и удалиться в сон святых дев, служащих Богу. Но мы не можем упросить наших мужей, чтобы они отпустили нас, хотя с большой настойчивостью и многими слезами молили их об этом. Не получив желаемого разрешения, мы заключили завет с Богом и между собою не произносить ни одного мирского слова до самой смерти нашей. Выслушав их рассказ, преподобный Макарий сказал, «Поистине Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, ни мирянина, но свободного намерения, принимая его как самое дело и добровольному произволению всякого человека подает благодать Святого Духа, действующего в человеке и управляющего жизнью каждого, желающего спастись». Тут надо понимать, о чем речь идет. К сону святых дев, то есть они решили между собой пойти в монашество. Вот в чем дело-то. А кто их научил этому? Это опять же, вот это у них стало в семейной жизни, не урядятся с мужьями, это монашеское семя. Опять же. Но он-то теперь прославляет, он произволение, добровольное произволение, это люди, которые считают и не понимают. Он-то ухватился, Антони, Макари, за произволение, то есть они живут с мужьями, но они хотели же быть в монастыре. Вот он за это только прославляет, за желание, а не то, что Бог-то послал его не за этим, что они не ссорятся, самое главное, мир, любовь. Ему это даже, он ни на что не обратил внимания. И тот, кто писал, он тоже не понимал, что написал. Иначе бы он не написал, как так? Я расшифровываю. Он оценил в них то намерение, что они хотели уйти. Конечно, как он думал, хорошо или не хорошо, это другое, но Бог ему сказал, они выше тебя. Ты пришел, выполни намерение, а они не могли. У меня мама, Мария Егоровна Шинарева, мама моя, у нее было 12 детей, 10 живых. И она говорит, у меня всегда было желание уйти в килью. Это в келью. Вот. И она с этим и отошла. Мать героиня. Она была настоящей монахиня. Так. На этом мы закончили еще один видеоролик. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу!